Руководителей российских спецслужб, СВР, ФСБ и ГРУ в Вашингтон застал врасплох американских сенаторов. В то время как они пытаются продавить новые санкции против России, вдруг выяснилось, что уже введенные в некоторых случаях не работают. Мы наложили санкции на главу их внешней разведки. А администрация Трампа приглашает его войти прямо через наш парадный вход. Президент Трамп крайне халатно относится к своим обязанностям и, похоже, более сосредоточен на ущемлении верховенства права в нашей стране, чем на противостоянии Путину. Сообщается, что глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин прилетел обычным рейсом аэрофлота в Нью-Йорк, а затем на машине добрался до Вашингтона, где встретился с американским коллегой и главой ЦРУ Майком Помпео. В ответ на истерику со стороны демократов в Конгрессе директор Центрального разведуправления написал письмо в спокойном и рассудительном ключе. Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по тем же причинам, по которым такие встречи проводили и наши предшественники, ради обеспечения безопасности американцев. Оказывается, в некоторых сферах без сотрудничества с Россией не обойтись, даже при нынешнем состоянии двусторонних отношений. В Госдепе пояснили и техническую сторону дела. Как так? Жесткие санкции против человека есть, а запрета на въезд в Америку нет. Если какой-то вопрос в интересах национальной безопасности США, то мы, как и другие страны, можем отменять ограничения, чтобы люди могли въезжать в нашу страну. Не секрет, что несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них — это борьба с терроризмом и ИГИЛ. На фоне непрекращающихся обвинений в сговоре с Россией, Белый дом, кажется, перехватывает инициативу. Дональд Трамп грозит придать огласке секретный внутренний документ, который, как утверждается, доказывает, что Минюст США и ФБР вмешались в американские выборы.